так ну что желаю всем доброе утро насколько это вообще возможно быть для утра у меня утречет какой-то совсем не весело если честно вчера на работе приоткрывала форточку потому что дышать невозможно когда детей не было между занятиями нет маленький батарея кочегарит то что клуб находится в квартирном доме то есть общая батарея огонь дышать нечем пока детей не было приоткрыла форточку буквально микропроветривание еще были у меня мысли такие что зря ты это делаешь в общем итог очевиден утро мое мое будет начинаться не с кофе не завтрака в поисках к психамма или чего-то такого мази какой-нибудь разогревающий пол даже вам показывать не буду у нас ни одна кровать не заправлена на полу все валяется ровным слоем как володя всегда играет это все уже наиграл за утро буквально вот как час-полтора как мы проснулись точнее как он проснулся я никак не могла встать с кровати в общем кто знаком с этой ситуации тот понимает что моя спина решила отказать меня точнее застудила я и по ходу просквозил они зная посмотрим поживем честно капсика вам намажу платком завяжусь делать сегодня ничего не буду наклоняться тоже не буду чтобы ничего ну как бы с пол ничего поднимать не буду чтобы лишний раз свою спиночку не напрягать так а еще кстати вчера прилетела очень интересная новость наш начальник по отделу спорта и туризма объявил вроде как пришел уже приказ о том что все работники будут выходить каждую субботу вплоть до не помню какого там числа мая на спотники звучит очень волшебно я не против субботника всегда так было в мае вот в первых числах чтоб все в порядке было но выходили один раз и это старались это так сделать чтобы человек не в свой выходной выходил ну в общем новость волшебна сегодня будут подробности вчера вроде слух только пошел этот начальник только пришел на должность я говорю как то он не очень волшебно не очень как-то для народа начинает свой трудовые как бы будни с не очень таких ли приятных приказов так что как я сказала сегодня я буду весь день лоботрясничать сейчас вот на может вообще надо найти если у нас капсикам по моему у нас оставался старенький на одном озюкать первым делом озюкаю спинушку себе потом позавтракаю а потом посмотрю по состоянию может я все-таки смогу заправить кровати хотя бы чуть-чуть привести дом в божеский вид а так буду монтировать видео загружать их в интернет как на страничке каналов вот заходите ко мне в яндекс цен точно под таким же названием как в ю тубе будем дружить со каналами я буду жить я честно говоря перерыва все ящики холодильники и все нет капсика мы думаем как плохо в деревне когда нет возможности вот так вот взять выбежать в аптеку и купить то что надо покупали мы эту мазь я не помню уже когда но выручает она нас вот прям отлично вот раз в год бывает вот так вот спина заклинит и все и без вариантов особенно у ромки или мышца какая-то на спине допустим шеи но с этой мази надо быть очень аккуратным я один раз намазала себе спину и через день где-то пошла в баню сама благополучно забыла что спина мне намазана вот этой вот фигней вы не представляете у меня было ощущение что я не знаю прижалась к печке раскаленной и самое главное ее невозможно смыть ее и мылом и так и сяк без толку она вот как впитывается в кожу вот это вот греющие греющее вещество и все и вот допустим вы намазали допустим в понедельнике у вас несколько дней будет греть и вы даже ее смыть не сможете себя так что с ней надо быть крайне аккуратной так что такой настюбик наверняка уже срок годности просрочен но это не имеет значения функцию на свои выполняет так что сейчас же надо найти шерстяной платок чтобы завязаться завтракать я буду как обычно творогом раньше очень любила вот этого рук такой прям как настоящий деревенский был сейчас знаете прямо совсем совсем далек от реальности увидите какими-то уж совсем мерзкими крупинками ведь какой рассыпчатый такой деревенский творог я детстве жила в селе нас были корова и вот такой вот мелкий мелкий творог был когда творог закипит не творог на общем кто знает в чем на чем вообще говорю если вдруг вор дворок беременне сил нет разговаривать если вдруг творог перекипятить то вот такая вот ложа получалась мелкий 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 противный творожек в общем творог сметанка кстати где сахар сахар еще эти сахар я стараюсь уменьшать сейчас количество если раньше я ложила на стандартный стакан чая две ложки сахара сейчас я полтора ложу если раньше ложила полторы ложки на творог теперь я ложечку а то и меньше сахара ложу ну как бы с сахаром надо немножко так быть поаккуратнее ну и как всегда бутербродики с маслом и сыром прошлый прошлый влог я вам показывала что купили мы какой-то чеддер раньше брали одной марки сейчас он идет без скидки взяли тот который со скидки он оказался отвратительный и я вспомнила что белой долине мы брали весовой сыр я его называю слизерами не так проще вот запомнить по кто гарри поттер смотрел там у них было один из этих классов слизеринцы общен силе 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 зер называется раньше он был общим помрачительно вкусный сыр года два назад я на нем прям сидела по полной потом хуже 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 но в общем и сейчас решила вспомнить но как бы за неимением вкусного вкусного сыра такой тоже зайдет и чайочек кстати я прошлый раз вам показывала что пятерочки нашла чай называется ассан с чабрецом там был только черный чай какой там байховый и сам чабрец умопомрачительно вкусный и вот стала я бегать его искать по пятерочкам а он исчез появился ассан с бергамотом ассан с чем-то еще а с чабрецом исчез и тут мы были в ленте вот недавно и вот хочется чаще прицом тот который грекил доски вообще невозможно пить он и даже тоже как будто там краску пожалели вообще ложишь пакетик заливаешь кипятком а там вообще цвета даже нет не то что аромата цвета даже нет и взяли вот такой вот по скидке линдовский с чабрецом почему рога и написано с ароматом бергамота вот так вам приехали а мы тут наслаждаться получается но в общем перешли значит мы на бергамот с бодрящим ароматом бергамота я в чухи вы что он с чабрецом но в общем вкусненький чаёчек и состав вроде бы неплохой ведь уже сегодня какой день недели среда а покупали моего на выходных и вот мы уже почти всю пачку выпили так что а я такая рассказываю что у нас чай с чабрецом а мы уже как-то несколько дней тащимся от чая с бергамотом вот болтушка ну неважно наслаждаемся тем чем наслаждаемся в общем буду завтракать и сегодня вообще будет блок сплошная болтовня ну что будем завтракать вместе когда что-то болит очень тяжко и даже не столько болит сколько вот но это я какая-то ограниченное движение короче говоря женщины какие-то знаете странные существа болит у меня спина но пустой как я намазал ее капсикамом я пошла руки мыть раза три уже помыла руки обратила внимание что надо браками помыть помыла раковина натирая руки я обратила внимание что надо бы поменять полотенцем не столько вот ну и освежить его надо и тоже время руки после капсика мы как бы мыла я его но все равно я его очень боюсь не дай бог куда эти глаза пойдет решила поменять это полотенце стала убирать полотенце в грязное белье обратила внимание что у меня там несколько плоти не лежит думаю надо загрузить стирку уже загрузила стирку потом полетела искать платок для своей спины платка не нашла как платка не нашла влезала пальцы но я три-четыре уже руки помыла платка не нашла нашла сервис шерстяной свитер короче говоря я сегодня прям хоть пока смотр можно устраивать вот но ничего я устраивать не буду я сегодня будут максимально лоботрясничать вообще на улице очень хорошая погода метра вообще нет штиль полный штиль и уже солнышко не в голубое надо быть с волоской погулять как это сделать чтобы еще сергей допустим ничего заморачиваться все равно на работу пойду сегодня я бездельница покажу вам немножко наших садов полевых экспериментов моих и волоски мужа это вот у меня роза купленная из коробки она называется вот такая вот зеленый чай у нее были очень хорошие корни и пошли росточки и поэтому и давал давалось да по это папин эксперимент сейчас я ним тоже буду рассказывать короче говоря купила розы в коробках и вот это розочки зеленый чай пошли почки расти но в общем нашла я в интернете на просторах интер ютуба интересный канал и там женщина все доступно так объясняет рассказывает что как сажать чем прикармливать тудем-сюдем на общем я на нее подсела капитально и она посоветовала что чумучит роза посадите их вот такие большие емкости сделала все точь-точь как она сказала и в общем вот он мой зеленый чай роза зеленый чай надо было обязательно загруби заглубить прививку но постараться максимально сколько это возможность посадила немножко по диагонали потом грунт буду высаживать заглублю еще посильнее вообще смотрите листочки поперли я смотрю моя розочка вроде бы планирую даже зацвести вообще в такой ситуации рекомендует отрезать и не мучить растения так как корневая система слабая условия так себе назовем это да волос сейчас мама поговорить и с тобой потом будет говорить но я смотрел эту женщину она сказала что можно дождаться бутонизации можно посмотреть не был ли пересорт и просто ну как бы там уже по полу распускающимся бутону будет ясно тот ли сорт или не тот сорт в общем короче как только она мне завяжет бутон и я пойму что это реально зеленый чай хотя это для меня не критично это моя первая окна как бы второй опыт с розовой первый был совсем неудачный потом я короче говоря этот бутончик срежу и прямо вот как она сказала поглубже наверное вот на три-четыре листа вот так вот заглублю это дело отрежу чтобы растение не мучилась а наращивала корневую массу а на эту розочку я вообще не рассчитывала это вот такой вот как солидар очень интересная роза я посмотрела в интернете очень интересная цветовая гамма покупала я ее точно также как и зеленый чай почки были но они были спящие такие еще не тронулись путь назовем это так но я на свой страх и я купила потому что она была одна из самых интересных когда я ее распаковала вы можете подробности увидеть в позапрошлых влогах оказалось что там из корней практически ничего нет палка копалка вот это вот и прям парочку черных корней я была в шоке ну бывает такое с вот такими покупными розами в коробках я продержала как-то но все-все как в прошлом влоге и подробности можете видеть отмочила то что там было от корней и смазала с этим как его называют не образователем такой вот гель ромка заказывал для своих и смотрите спустя сколько недели две три у нее проснули спячие почечки и она собирается вон видите потихонечку расти если я вот вижу тоже спящая почка но не знаю тронется не тронется к сожалению молочка у меня есть играет в этот как его называют в хоккей на полу на кухне так что шум здесь капитальный к сожалению через пакет не видно что там с корнями нарастает не нарастает корневой массив в общем розы мои живо будем надеяться что с ними все будет благополучно так теперь немножко о моем лютике ранункулесе тоже в прошлых логах показывала что покупала 6 луковиц я уже забыла сколько в общем из всех луковиц у меня выжила всего лишь две одна из них вот видите начала подавать признаки жизни дала росточек а вторая луковичка вот она торчит вот здесь вот я их немножко открыла потому что все просто загнили ну и признаков жизни не подает и в то же время вроде бы и не знаю что дальше они у меня растут посмотрим это у меня муж экспериментирует ему угостили черенками кишмиша черного кто в курсе это черный виноград маленький без косточек очень вкусный насколько я знаю когда вот осенью допустим черенкует то сажают в песок и убирают в подвал ромка решил нашел в интернете другой способ что вот эти вот черенки убирают в подвал просто вот убирают в подвал никуда ничего не сажает по весне обрабатывают корни образователем ставит какую-то там помню стилированную водичку или чистенькую водичку ложат туда активированный уголь чтобы ничего не портилась водичка и наращивать корневую массу когда видят что корневая масса начинает появляться разделяет вот эти вот все резиночку разрезает и каждый черенок сажает свою емкость вот в такую бутылку причем не просто сажает оставит вот так же воду и потихонечку понемножечку добавляет туда землю чтобы не повредить молоденькие такие беленькие тоненькие корешки то есть не сразу же прям корешок вот черенок с корешками бухать землю закапывать там и прочее прочее а прям потихонечку потихонечку чтобы вода плюс земля создавали такую мягкую обстановку для корешков и они не повреждались но пока что с корешками здесь очень непонятно но сверху он смотрю уже почки поперли и вот та же самая женщина с интернета она говорила что но как бы это скорее всего не очень хорошо потому что вот эти вот почки раскрываются листочки появляются за счет тех сил которые есть в самом черенке а не из-за того что там что-то хорошо и начинает благополучно развиваться корневая система в общем ситуация здесь достаточно сложная сейчас с виноградом мы поживем мы видим по осени еще если чего-то черенков возьмем и попробуем посадить так как обычно все сажают так вот такая вот у нас травяная жизнь рассада кстати мы это уже классится так и будем дальше в таком состоянии сейчас моя рассада помидорков и цветочков астерки скоро надо будет уже подсыпать землю чтобы закрыть эти длинные ножки странный помидор да вот некоторые такие высокие а некоторые коротышки сажал одновременно условия всех одинаковые растут как-то по странному по разному так кручу их верчу к солнышку это самое солнечное окошко здесь вот видите это вот у меня полянка это бессмертники а вот раз раз растение два растения на днях вылезла третье растение алюпина было 6 семечек 2 загнула сразу же 3 взошло еще одну где-то сидит спит суммы и пара дурочки моя сибирская коллекция так что наслаждаются здесь солнышком через какое-то время еще прям вот так вот грунт уберу чтобы не наращивали боковые корешки и не вытягивались так сильно так что я немножко разгулялась сейчас пойду кровать исправлять окей немножко жила навела мало мальский порядочек по крайней мере на полу можно спокойно ходить молочки почистила киви приятного аппетита молодька у нас крайне крайне капризный в виде а киви последнее время ему стало отлично заходить но мы ой какой кислый да первое киви я почистила из-за вчерашней закупки не знаю вкусно или нет вкусно и вкусно и кушай витаминки давалось ребенок сидит перекусывает так как сказать разгребла по крайней мере на полу более-менее хочу вам кое-что показать вчера я заезжала магазин сначала фикси было туда-сюда в общем нашла я удобрение для своей рассады я вообще с удобрением знаете так очень-очень побаиваюсь и то что как-то раз у меня был случай я знаю о том что можно удобрениями перестараться и сжечь корни у растений поэтому надо разводить насколько я поняла меньше чем указанная доза инструкция и поливать удобрениями когда земляной ком влажный и корешки напитанные влаги то есть тогда не будет происходить сжигание корешков удобрения но и все равно как бы знаю все эти правила все равно я их побаиваюсь и тут вот как я все говорю я смотрю вот тоже одно и то же блогер шум по поводу сада и огорода и она насоветовала говорить есть такие гуматы калья есть помогу мат чего-то там еще но именно рассаде сейчас нужен калий чтобы нарастить вот корневую массу чтобы растение насколько я поняла из-за азота начинает активно расти и наращивать листовую массу а сейчас растюшкам моим растениям моим маленьким замухрышкам рассадиком рассаде нужно именно набраться силы а не махать вверх ночью она сказала что вот гумат калия он во-первых натуральный во вторых он меньше вероятность сжигания корней и что именно то что нужно маленькой рассаде которая растет на подоконнике в общем у нее это было в качестве какой-то жидкости я пошарилась пошарилась нашла вот такого в порошке но у меня встал знаете какой вопрос если вот этот порошок в нем сейчас скажу сколько в общем его надо разводить на 20 литров воды а если у меня вообще на полив рассады уходит литр-полтора это на сколько раз мне его надо развести на общем буду высчитывать и попробую полить свою рассаду чтобы она немножко так окрепло назовем это так так а теперь надо собираться на улицу